Мария Адриянова занималась спортом с детства и всегда стремилась завоевывать первые места. Теперь же она носит гордое звание чемпиона летнего зонального фестиваля «Готов к труду и обороне». Она смогла обойти сверстика в десятой ступени ГТО со всего Нижневартовского района. В этой категории участвуют женщины от 60 до 69 лет. У меня, наверное, в крови с детства. Сначала рыбалка с братом, потом дальше сюда приехала в 78 или 79 году, не помню. Здесь хорошие были ребята, тренеры занимались. Потом Заболоцкий нас вывел, прямую, так сказать, очень хорошо занимался с нами. Сейчас Мария Ефремовна почти все свободное время посвящает любимому хобби – спортзал и бассейн. Подобного образа жизни придерживается и другая медалистка фестиваля ГТО в Нижневартовске. Александра Кадочников в своей возрастной категории в седьмой ступени завоевала бронзу. Эти соревнования, я бы не сказала, что были совсем легкие. Сдача норм ГТО намного проще. Тут уже готов, знаешь, какой результат у тебя должен быть. Приходишь, свою норму сдаешь. А здесь мы приехали, я первый раз участвовала на таком фестивале. И выкладываешься, все силы выкладываешь, какие есть у тебя. Всего пакачевские спортсмены завоевали три медали – две бронзы и одно золото. И этот показатель позволил занять третье общекомандное место. На будущий год атлеты планируют улучшить результат. Пополнение в рядах готовится ежедневно. Сейчас начался новый учебный период для детей, школьников. Уже собрали заявки, они уже начали выполнять нормативы ГТО. За время введения системы «Готов к труду и обороне» в Пакачах свои заслуженные медали получили 144 человека. Среди них как дети, так и взрослые. Руслан Хасанов, Рустам Салтукиев. Специально для новостей.